В октябрьскую непогоду так не хватает приключений. Дефицит острых эмоций ивановской молодежи решила компенсировать увлекательной игрой. 20 команд школьников и 20 команд студентов собрались на площади Пушкина, чтобы принять участие в мега-кьюар-квесте. Игра совмещает новые технологии, логику и креативное мышление. Жду новых впечатлений, путешествия по городу, общения и, конечно же, новых эмоций и фотографий на память. Главный организатор мероприятий – Ивановский государственный университет при поддержке Министерства образования и науки. Центральной темой квеста в этом году выбрали 70-летие Победы. А потому и маршрут участников проходил по памятным местам. Это своеобразная проверка для молодежи, насколько они знают историю областного центра. Конечно, в нашем городе много памятников, например, также площадь Победы в то же время была недавно обустроена под 1945 год. Я считаю, что там очень красиво. Каждая команда на старте получает подсказку с местом расположения первого QR-кода. Прибежав на указанный объект с помощью программы на телефоне, QR-код считывают и получают следующее задание – сделать фото на определенную тему. Снимки должны быть творческими и необычными. Участники будут передвигаться по квадрату, который отмечен по маршрутному листу. То есть они получают загадку, разгадывая ее и прибегают на это место. То есть это центр города, в основном где расположены места, здания, памятники, которые были напрямую или косвенно связаны с Великой Отечественной войной. Первый объект, куда стянулись все команды – памятник героям фронта и тыла на Шереметьевском проспекте. Девочки из медицинской академии добрались сюда первыми. У нас был зашифрованный код, в котором с помощью телефонной клавиатуры мы отгадались, что это первое место – это памятник героям фронта и тыла. Вот, мы быстрее вванулись сюда за подсказкой. И первое задание было – нужно было изобразить пословицу русскую. А какую вы изображали? За двумя зайцами погодишься, ни одного не поймаешь. Награждение победителей состоится 15 октября. Сейчас все фотографии, сделанные участниками, можно увидеть в соцсетях. В среднем прохождение квеста заняло у ребят 3,5 часа.